Музыка Я сейчас попытаюсь всем севастопольцам, всем нашим землякам, жителям города Героя Севастополя Я хочу подчеркнуть, что пунктом первым нашего решения городского совета было принято городу Севастополю войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации Крымский парламент принял аналогичное решение и своим пунктом записал точно так же автономию Республики Крым войти в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации Я сейчас объясню в чем суть этих нюансов То есть мы приняли политическое решение По сути после этого и Верховный Совет Автономной Республики Крым и председатель городского совета обратились к высшим должностным лицам Российской Федерации Президенту, Совету Федерации и Государственной Думе с тем, чтобы началась процедура изменения в Конституцию и в соответствующие законодательные акты Но для того, чтобы эти решения были подтверждены и были легитимны и могли признаваться не только Россией, а другими международными организациями Мы обязаны и должны провести референдум Так вот референдум мы проводим совместно с Крымом Но это абсолютно не означает, что город Севастополь после проведения референдума Я нисколько не сомневаюсь, что севастопольцы и крымчане проголосуют за вхождение в состав Российской Федерации Это не означает, что город Севастополь будет находиться в Крыму, а не будет отдельной единицей Он будет отдельной единицей, хотя бы потому, что мы за это проголосовали И проголосовали ввести город Севастополь как отдельный субъект Российской Федерации Вот это принципиально Мы сегодня с крымчанами объединились только по референдуму И мы должны это четко понимать Для того, чтобы единым фронтом провести референдум, получить положительные результаты и начать процедуру вхождения И вот это очень важно севастопольцам понимать Я нисколько не сомневаюсь и на высшем уровне с руководством Российской Федерации Эти вопросы обговаривают, что Севастополь будет городом федерального подчинения Такими городами в России являются Санкт-Петербург и Москва Севастополь будет городом с особым подчинением, как он, собственно говоря, всегда был И сегодня те люди, которые пытаются эту тему заболтать или обмануть севастопольцев Или ввести в заблуждение, являются никем иным, как провокаторами Ну, это один вариант провокатора Второй вариант, что люди, ну просто кто-то не понимает И поэтому доносят необъективную, неправдивую информацию Поэтому я не хочу никого обидеть Ну, есть на самом деле Сегодня в Севастополе и в Крыму работают определенного рода заезжие провокаторы Которые пытаются внести сумятицу в умы наших людей, наших севастопольцев И попытаться представить все не так, как есть на самом деле Принципиальная позиция по референдуму у нас, у севастопольцев и у крымчан должна быть такая Мы должны прийти на референдум, взять бюллетень и проголосовать за тот пункт Где четко сказано, вы за воссоединение Крыма с Россией Вот этот пункт, это наш пункт Это означает, что и мы за воссоединение и Крыма, и Севастополя с Российской Федерацией Но еще раз повторюсь, город Севастополь будет иметь особый статус Статус будет иметь статус федерального города, федерального подчинения На равне с Москвой и Санкт-Петербург Это принципиально Поэтому, кто бы что сегодня не говорил, это вопрос именно так и звучит И еще раз повторюсь, решение городского совета говорит именно об этом Мы же не голосовали севастопольским городским советом Мы не принимали никаких решений по Крыму Мы приняли решение по Севастополю, как новый субъект Российской Федерации Поэтому все четко должны понимать Голосуем за пункт первый Там будет всего два вопроса Вы за воссоединение с Россией или вы за воссоединение Крыма Вернее, за статус Крыма по Конституции 1992 года в составе Украины Все То есть, или с Россией, или с Украиной Мы выбираем так, как нам велит сердце, так, как мы понимаем И я надеюсь, севастопольцы все правильно понимают, что должна быть историческая справедливость восстановлена Мы 23 года к этому шли, наконец пришли Завтра у нас час икс или тот день, который, наверное, войдет в историю Я не сомневаюсь, что он войдет в историю Наши внуки, наверное, будут читать учебники И вспоминать, не вспоминать, а изучать, что же было 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе И я надеюсь, что в этих учебниках не будет никаких нюансов Я не надеюсь, я уверен, что вот в 15-м, в 16-м, в 17-м году в Крыму и в Севастополе будет рассвет Рассвет экономический, рассвет интеллектуальный, рассвет духовный Это безусловно Посмотрите, как прекрасно развивается Сочи Как прекрасно, ну не хочется сравнивать с Грозным Да, ну сколько Россия вкладывает деньги вот в такие территории Какие идут инвестиции Я просто сразу хочу сказать, много задают вопросов А что же будет с учителями, что же будет с врачами Четкий посыл и позиции Российской Федерации Я вот скажу несколько слов За эти дни здесь было очень много делегаций Но делегации, я не говорю сейчас про политические делегации Про депутатов Госдумы Про спикеров, про других людей, которые являются политиками Нет, было много очень делегаций на уровне рабочего общения Которые призваны обеспечить энергетическую безопасность Севастополя и Крыма Которые призваны обеспечить выполнение всех социальных стандартов и так далее То есть четко хочу сказать, что сегодня Российская Федерация Гарантирует, что все зарплаты, которые получают у нас работники здравоохранения Будут увеличены То есть если мы сравним зарплаты рядового медицинского работника в Украине и в России То мы понимаем, что это несопоставимые вещи Если мы сравним зарплаты наших учителей и учителей в Российской Федерации Это тоже несопоставимые вещи Мы, грубо говоря, понимаем, что в России на сегодняшний день Средняя заработная плата порядка 30 тысяч рублей Ну это, дай бог памяти, если посчитать, где-то около 8 тысяч гривен То есть мы понимаем, что, поймите сами Многие даже коммерсанты, бизнесмены, предприниматели, если можно так сказать, задают вопрос А как наш бизнес? А у нас где-то интегрировано на Украину, где-то еще что-то Да, есть эти вопросы Но вдумайтесь, любой предприниматель должен понимать, от чего зависит его выручка Наверное, от покупательской способности И если задуматься о том, что вот сегодня у вас есть магазин, ну, скажем, средний гастроном Который имеет определенную выручку, там, 100 гривен То если завтра этот гастроном будет иметь выручку 250-300 гривен, где больше прибыли Даже независимо от того, где у вас кооперация Да, сегодня на Украине закупаются какие-то товары Завтра эти же товары, ну или подобные можно найти в России, я проблем не вижу Также и торговля, скажем так, другими товарами народного потребления Более того, хочу сказать, что все пенсии, все социальные выплаты, материнский капитал Российской Федерации сегодня не просто гарантируют сохранить, а гарантируют увеличить То есть, я думаю, в ближайшее время севастопольцам будут приходить в квартиры, в дома, газеты Специальные листовки, где будет дан четкий анализ, сравнительный анализ Тех по всем базовым отраслям, по всем бюджетным отраслям Сколько, какая зарплата сегодня у бюджетников в России Какая зарплата сегодня у бюджетников в Севастополе И, соответственно, пока на Украине Поэтому, даже если мы не говорим, а отставим даже на минутку в сторону, да, историческую справедливость С точки зрения экономической, безусловно, это серьезный и большой эффект Но сами подумайте, мы же прекрасно понимаем, что сегодня такое предприятие, как Севастопольский морской завод Не загружено по одной простой причине Потому что нет политической четкой договоренности, политической ясности Завтра, если город Севастополь будет российским, то Севморзавод может работать Как на самом деле база судоремонта и судостроения Черноморского флота Российской Федерации Сегодня там происходят коренные изменения И огромные государственные заказы размещаются, к сожалению, сегодня в Болгарии В других странах, не доходя до Севастополя Еще хочу подчеркнуть одну важную вещь Сегодня Российская Федерация ни словом не ставит под вопрос Вернее, ни словом не говорит о том, что будет какая-то национализация Нет этого Сегодня об этом могут говорить только, скажем так, люди, которые не знают ситуации Те объекты, заводы, комбинаты, у которых есть собственники законные Эти собственники и останутся, скажем так, законными собственниками только в другом государстве Об этом речи не идет Сегодня, да, будут, наверное, какие-то сделки, предложения выкупить те или иные предприятия Со стороны крупных российских предпринимателей Но это обычные, скажем, коммерческие взаимоотношения Сегодня абсолютно, вы посмотрите, как сегодня, ну, интеллигентно, мудрость ведет себя Российская Федерация Она не оказывает никаких, там, экономических воздействий на Украину Она не говорит о том, что мы сегодня придем там или зайдем силовым способом, перераспределим собственность Сегодня этого нет Более того, даже вот если мы коснемся гуманитарного вопроса Чем мы отличаемся от тех людей, которые там вчера или сегодня или там позавчера стояли и стоят на Майдане И которые делали и делают эту революцию Они нас не воспринимают как людей То есть для них русские люди это, ну, как бы, как минимум люди второго сорта Как максимум мы враги, которых нужно уничтожать, да И мы это видим из слов там тех товарищей Мы же идем даже на референдум очень демократично Бюллетени для голосования будут на трех языках Русский, украинский и крымско-татарский Крымско-татарский, понимая о том, что у нас живут люди разных национальностей Ну, и большинство, большинство, конечно, составляют русские люди, подавляющее большинство Но есть у нас и этнические украинцы Мы к ним с уважением относимся И мы предлагаем им прийти и прочитать на понятном для них языке Ну, есть такие, может быть, их немного На понятном или на родном для них языке этот бюллетень Также мы предлагаем это сделать крымско-татарскому населению Пожалуйста, приходите, берите бюллетень, для вас написано на вашем языке Мы этим отличаемся Мы не меняем и не будем пытаться менять историю Мы не будем пытаться, скажем так, заставить людей переприсягнуть Или поменять свою национальность, поменять свою религию, поменять свое мировоззрение Нет, этого не было и не будет Но сегодня и Крым, и Севастополь в праве определиться И определить свою дальнейшую судьбу То есть мы в праве поставить вопрос, в каком государстве мы хотим жить Сегодня все прекрасно понимают, что точка невозврата пройдена Пройдена и обратного пути не у Крыма, у него и Севастополя нет Мы должны прийти на референдум и четко поставить точку в этом вопросе, к которому мы шли 23 года Да, еще 2 года или 3 года назад мы могли где-то мириться Где-то за счет своей толерантности, интеллигентности Отчасти терпеть и существовать в этом государстве Хотя мы очень разные, там Львов и Севастополь, они очень разные Но сегодня после того, что происходит и происходило Когда у нас бойцов Беркута ставили на колени Когда у нас призывы со стороны правого сектора и других Уничтожать русское и русскоязычное население Раздаются отовсюду, когда захватываются все здания Ну по сути, когда на улицах вооруженные боевики Сегодня мы вправе поставить вопрос, что я не хочу, чтобы мои дети Подчинялись законам, которые принимаются в Верховной Раде Над которыми висит бандеровский флаг Но для меня это чуждо, я этого не хочу Я имею право высказать на референдуме свое мнение Вот в общем и целом, те вопросы, которые сегодня возникают Они, безусловно, хочу подчиняются Мы должны четко понимать, что проснувшись 17 марта И узнав итоги референдума о том, что 80 или 90% севастопольцев И 70-80% крымчан проголосовали за вхождение в состав России Мы должны понимать, что у нас автоматически, как в той сказке Где тыква превращается в карету и наоборот Гривны в рубли не превратятся Это понятно Будет переходной период Может он будет 3 месяца, может полгода Будет создаваться новая система Она будет реструктиризироваться Будет переходной период Да, будут определенные нюансы Но еще раз повторюсь, позиция четкая Никакого перераспределения ни собственности Ни каких-то еще ресурсов Не планировалось и не планировалось Россия сегодня дает четкую гарантию Она дает нам возможность и ждет от нас нашего решения Россия сегодня заявила Мы готовы принять Если люди захотят, мы готовы принять эти два субъекта в состав Российской Федерации Поэтому мы четко и уверенно идем к нашему референдуму Хотел бы призвать сегодня всех сохранять спокойствие Да, есть вопросы, на которые мы будем отвечать Сегодня начинается с сегодняшнего, завтрашнего дня разъяснительная работа По тем социальным вопросам По тем вопросам банковской системы Как это все будет работать Поверьте мне, эта вся информация будет донесена до людей В виде газет, в виде листовок, в виде выступления чиновников Представителей городской администрации, городского совета, депутатов Это все будет разъясняться Да, немножко у нас маловато времени, но знаете, как хорошая русская пословица Куй железо, пока горячо У нас ситуация в городе находится под контролем У нас сегодня выплачиваются полностью все пенсии, все зарплаты, все социальные выплаты Более того, в случае, если будут какие-то попытки, скажем так, со стороны новой, так называемой власти Отключить или обрезать городу Севастополю финансирование У нас есть варианты для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить те или иные денежные потоки Для полной стабилизации ситуации, для выплаты всех пособий, всех денежных средств и, скажем так, всех зарплат, всех пенсий и так далее То есть ситуация, еще раз повторюсь, под контролем Сегодня очень тесно идет работа со всеми структурами Российской Федерации по направлениям И это абсолютно нормальная ситуация Сегодня у нас переходной период, и никто этого не скрывает Сегодня мы находимся, ну, скажем так, перед таким важным шагом Поэтому все те действия, которые сегодня делаются городской властью Они направлены на то, чтобы максимально обеспечить жизнедеятельность города, первое Второе, максимально обезопасить наших жителей города Героя Севастополя от каких бы то ни было негативных последствий Все, ну, знаете, как в том фильме, говорит, у нас все ходы записаны, так у нас все ходы просчитаны Поэтому мы максимально, у нас сегодня, ну, никто не отдыхает, у нас сегодня администрация Ну, не вся администрация, часть администрации работает Мы занимаемся именно вот работой по подготовке и проведению референдума Первое, а второе, мы занимаемся социально-экономическими и финансовыми вопросами Еще раз говорю, для обеспечения спорта